В тот момент, когда жизнь идёт своим чередом, и ты уже давно перестал ждать перемен, эти перемены настигнут внезапно и напомнят тебе, что всё только начинается. Нас уже так много. Из кучи игрушек мы переросли в целый город, и следить за всеми нами становится всё сложнее. Не так ли, мистер президент? Зови меня просто, Маркус. Власть, она не проста, но безумно увлекательна. Просчитывать ходы и решать проблемы – вот моя слабость и моё предназначение в жизни. Фрай, дорогой, ты бесспорно истинный лидер, но проблем всех не решить, а иногда они такие странные. Так что спросил Маркусан? Как захватить мир? И котиков. Следующий. Кто со мной на конкретный грабёж? Следующий. Хочу быть толстой. Следующий. Следующий. Как вычислить того, кто сожрал мои носки? Саша? Без спор. Господа пикаперы, сегодня я собрал вас по очень важной причине. Пикап – это не по моей части. Сидеть, я сказал. Ладно, слушай. Так вот. Сегодня я приглашу оффру на свидание. Всё должно быть на высшем уровне. Я смотрю, крепко зацепила тебя это уже. Она первая, кого мне добиться не так просто. В ней есть какая-то загадка и необыкновенный шарм. Дьюс, милашка, уже всему миру разболтал, что хочет пригласить меня на свидание. Ну и как? Пойдёшь? Естественно. Вот и славно. Не хочешь обратно в своё любовное платье? Мне оно так и не помогает всему в своё время, а я и сама справлюсь. Нет. Ну ты это видела? Всё это и оффре достаётся просто. Госпожа, посмотрите лучше, как на неё смотрит Джек. Вижу, знаю. Опыт бы взять и насолить этой назойливой сестрёнки. На меня он так не смотрит. Это можно обратить и в плюс. Именно Джек рассорит Дьюс и оффру. Она будет в печали, а вы на высоте. Ммм, а мне нравится. У меня странное предчувствие. Не бери в голову, дорогая. Это ты просто ещё волнуешься. Ты ведь к нам совсем недавно приехала. Мне кажется, мы сегодня ощущаем затишье перед бурей. Скажи, Джек, ты в хороших отношениях с оффрой? Допустим. Тогда ты обязан спасти её от самой большой ошибки в её жизни. Какой ошибки? Дьюс хочет пригласить её на свидание. И только ты способен отговорить её пойти. В чём твоя выгода, ведьма? И не ври мне, что заботишься о сестре. Больно надо. Я, эммм... Забочусь о чистой репутации семьи. Диджи бабник чистой воды. У матроси ты бросит. Никто не имеет права бросать фантомов. Не забывай, что оффро-демон. Эта парочка друг друга стоит. Да и переспитать она может кого угодно. Плюс ко всему мы демоны почти не испытываем чувства. Не забывай, что она полу-демон. И где-то глубоко внутри неё сидит хрупкая человеческая душонка, которую можно взять и сломать. Разве ты этого хочешь? Не видел ничего более прекрасной, нежели этот план полной романтики, страсти, экспрессии, ска... Спасибо, Лео. Мы поняли. Я больше скажу. Это шедевр. Филипп, с каких пор ты записан ряд пикаперов? И вообще, мужиков. Ха-ха-ха. Ха-ха. Как смешно. Рыба моя. Филипп тут вообще главный звездун. Ты думаешь, что ты мне капитал сейчас могла бы себе так одеть? А свет? А декорации? Ой, она идёт сюда. Всё, пацаны, я побежал. Удачи. О, Фра, мне нужно срочно поговорить с тобой. Я украдаю тебя. Всего на минуту. Чудненько. В чём дело, Джек? Ты не должна идти на свидание с ним. Что? Почему это? Запомни, ты демон. Ты не испытываешь искренние чувства. Мне плевать на всех Ивсяну, дью славной малой. И рано или поздно, каким бы матч он ни был, именно ты разобьёшь ему сердце и растопчешь в дребезги его эго. Если ты не хочешь, чтобы этот весёлый парень превратился в тряпку, твоих ног откажи ему сейчас. С каких пор ты начал переживать за других? Мне искренне пофиг, что ты выберёшь. Я просто рассказал то, что думаю. И ещё. Таким, как ты и Снежка, нужны демонические парни. Вроде меня. Что-то случилось? Ты вся побледнела? Нет, всё отлично. В таком случае сегодня, миледи фантомы, вы в моём распоряжении. К вашим услугам театр, кино, ресторан и даже оркестр на крыше. Всё уже готово. Осталось лишь выбрать пункт назначения. Я только сразу скажу нет. Ну почему? Офра, почему ты вечно меня избегаешь? У меня на это свои причины. Так просвети же. Скажи как есть. На чистоту. Скажу правду, не поймёт и не отстанёт. Нужно глубоко кольмёт. В самое сердце. На чистоту? Ты мне не нравишься, Дьюз. Вот как? Мне нужен не сопляк вроде тебя, а настоящий, грубый и строгий мужчина-демон. И... Я думала, мы друзья. Но раз ты ко мне что-то чувствуешь, нам нужно прекратить общение. И это всё, что ты можешь мне сказать? Всё. Да пошла ты. Надоело бегать за тобой, виляя хвостом. Любая другая мечтает быть на твоём месте. А от друзей так быстро не отказываются. И не плачь потом, когда я буду тебе нужен. А я буду нужен. Иди. Не оборачивайся и не плачь. Так будет лучше. Иди. И не смотри назад. Ни одна девчонка на свете не достойна заставлять тебя извиваться перед собой. Нет, всё не может кончиться так. Я не позволю. Что ты делаешь? Отпусти. Секунду. Кельдж, ты совсем с ума сошёл? Ты никогда не хотела увидеть то, что происходит за пределами квартиры? Не заговаривай мне зубы. Если Лена сейчас откроет сумку, боюсь, мы спаримся. И она узнает, что куклы оживают. Да. Она максимум подумает, что случайно заложила нас. Лучше посмотри на всё это. Я с места не знаю. Как хочешь. Ух ты. Нравится. Ага. Я мечтаю тебя. Чёрт, что делать? Спрыгну, возьму на руки, но могу не найти дорогу домой. Не спрыгну. Позову всех на помощь, но не факт, что когда я вернусь, она будет ещё тут. Была не была. Твою налево. Не факт. Хочу быть толстой Хочу быть толстой Хочу быть толстой Толстой хочу быть